В Ульяновске прошли двухдневные съемки короткометражного документального фильма «Я – Ульяновск. Будущее». Его герои – ульяновцы, обычные горожане, непрофессиональные актеры, люди разных профессий и возраста. В общей сложности 12 человек. Все они три недели назад прошли кастинг в Ульяновск кинофонде. Режиссер фильма – Алан Ишмаев. Я думаю, что нам удастся показать город с разных сторон. О том, что здесь живут увлеченные, увлекающиеся в первую очередь люди. С энергией, с желанием. У них есть свое мнение. Они заинтересованы в развитии непосредственно себя лично и города в целом. Вот такая вот задача у короткого метра. Я думаю, что эта задача также плавно перетекает в полный метр, но она будет чуть-чуть больше, шире и объемнее. Фильм покажет 27 августа в день кино на территории бывшего Суворовского училища. Организаторы надеются, что картина заинтересует других горожан, и они в тот же день примут участие в кастинге в основной полнометражный фильм «Я ульяновск. Будущее». Его съемки запланированы в следующем году. Территория училища, которая была закрыта для горожан, преобразится, обещают организаторы Дня кино. Но, как оказалось, в планах питерской команды еще и создать креативное пространство «Будущее» на территории бывшего Суворовского училища. В нашей идее пространство «Будущее» это здание будет носить название «Молодость». Вот то здание маленькое будет носить название «Юность». Это будет семейный центр детский, досуговый, с робототехникой, с семейными кафе, с бальными школами. То есть максимальная развивашка на тему тех, кому до 18-ти. А все, что после 18-ти, это здесь. Новому кластеру дали название «Будущее неспроста». По словам Никиты Рогова, на территории училища заложена капсула времени, которую необходимо открыть в 2068 году – будущем. Как сказал куратор проекта, территория до сих пор принадлежит военному ведомству. Но уже в следующем году планируется его передача администрации города Ульяновском. До конца 2022 года документы подписались, в 2023 году уже передали на баланс города. И мы начнем совместно с фондом креативных индустрий, с Минкультом, с Министерством молодежного развития, с правительством области, с бизнесом, с инвесторами, со всеми разрабатывать этот большой проект, который городу нужен. Напомним, 10 лет назад, по решению министра обороны Российской Федерации, училище на время реконструкции и ремонта было передислоцировано на Карла Маркса 39А – территорию бывшего военного технического училища. В 2018 году на Спасской снесли несколько зданий советского периода. К сожалению, перед нашим взором предстала печальная картина. Несколько пустырей и кладбище советской военной техники. Бывший музей под открытым небом, заросший бурьяном. А ближе к зданию Дома печати возвышается танк со свежим венком на броне. Если так вот утрировать, мы сейчас с вами находимся практически просто в голом поле с двумя полузаброшенными зданиями. Вот, собственно, наша задача в этом месте приоткрыть его для горожан, запустить сюда жизнь, показать, что в будущем это историческое, ну, собственно, возрождение этой улицы сквозной, которая есть, да и которая была, потом ее закрыли. То есть, чтобы, ну, здесь даже элементарно променадная новая инфраструктура открылась и досуговая, естественно. 27 августа, как сказал куратор проекта, в этом интересном пространстве сможет побывать каждый желающий, прикоснуться к прошлому и узнать о будущем.